Во имя Отца и Сына и Святаго Бога Слова Писания Евангельская Сегодня от Иоанна 3.36 Нам такие говорят слова Верующие в Сына имеют жизнь вечную А неверующие в Сына не увидят жизни Но гнев Божий пребывает на нем Писание говорит, что одни будут верующие А другие будут неверующие Две категории Господь дал человеку свободу В этой свободе Он пребывает всю свою жизнь Что Он изберет? Свет или тьму? Добро или зло? Выбирай каждый сам Вера это дар Божий Чтобы ее приобрести Надо смирить свое сердце Евреям 11.6 А без веры угодить Богу невозможно Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал Что Он есть И ищущим Его воздает А теперь спросим Каждый самого себя У меня какая сегодня вера? Вера В кого я верую? И кто для меня Сын Божий? Иисус Христос Лично для меня Кто Он? И что Он для меня сделал? И дела моей веры Сходятся ли с Писанием Которое Он оставил нам? Во спасение И вера наша должна быть всех И евангельской Евангелие Это добрая весть О Христе Марка 8.34-37 Говорят Кто хочет идти за Мною Отверни себя И возьми крест свой И следуй за Мною Ибо кто хочет душу свою изберечь Тот потеряет ее А кто хочет потерять А кто потеряет душу свою Ради меня И Евангелие Тот сбережет ее Для чего мы храним душу свою? Что ценное в жизни наших Верующих людей? А многие из нас О душе как раз и не беспокоятся И не рядят Они здесь думают Прожить в достатке В изобилии В благополучии Что у них будет все В жизни хорошо Но христиан Этого никто не обещает Христа гнали И будут гнать нас Христа слушали Будут слушать и нас Каждый смотри Свою жизнь Проверяй ее И следуй Вникай Так ли поступает Христос Какие поступки совершаю я? Осия говорит 6.6 Ибо я милости хочу А не жертвы И боговедение Более Нежели все сожжения И в другом месте Писания Екорица 4.17 Наблюдай за ногой твоей Когда идешь в дом Божий И будь готов Более к слушанию Нежели к жертвоприношению Ибо они не думают Что худо делают А вот многие из нас Эти слова Господа Нисколько не Воспринимают Серьез Потому что нет Авторитета Писания Во всей нашей жизни Вот приходя в Храм Божий Наблюдай за ногой твоей Многие приходят В Храм Божий Чтобы поставить Жертву какую-то Излить свою душу Попросить что-то У Господа И многие разворачиваются И уходят сразу Во своя сеть По своим делам А чтобы остаться И потерпеть И со всеми Братьями и сестрами Помолиться Восблагодарить За великую Его милость За долготерпение К нам Прославить В общей молитве Этого Не у многих Проучается Объяснение Простое Времени нет Все куда-то бежим Все куда-то торопимся Почему так происходит Дьявол завладел Сердцами многих людей И верующих В том числе И как ведем себя В Храме Многие пытаются Опоздавшие Приобретать Эту жертву Мешая Другим В молитве Стоящих Поставить Надо свою жертву Богу Тем самым Не думая Что они Нарушают Все И сами Не в молитве И других Отвлекают От молитвы Вы неужели Думаете Если Закончится Богослужение И эту жертву Которую Мы потом Приобретем И поставим После службы Неужели Бог ее не примет Эту жертву Он также Примет Эту жертву Но мы Все Подчинены Другому Это дьявол Который Пытается Нарушить Закон Божий И мы Не делаем По воле Божьей Получается Надо смотреть В себя Пришли на Богослужение По силам Надо Стоять На одном Месте Если нет Здоровья Есть лавки Присядьте И снова Потом Встаньте Слова Писания Иоанна 12 48 Говорят нам Такие слова Отвергающие Меня И не принимающие Слов Моих И имеют Судью Себе Слово Которое Я говорил Оно будет Судить Его в последний День Ведь Нас будет Господь Судить По своему Слову Которое Он нам Оставит И как Часто Это слово Заходит Верующему В сердце И потом Притворяется Это все Слово В наших Делах Поступках Словах Любим ли мы Прощать Любим ли мы Делать Добрые дела Идем ли мы За Господом А кто Спрашивал Такие слова Как царь Давид Выпрашивал У Господа В Псалме 138 23-24 Он говорит Испытай меня Божие И узнай Сердце мое Испытай меня И узнай Помышления мои И зри Не на опасном Мне я пути И направь Меня на путь Вечный Простите Что-то Что-то Не получается И что-то Мы не можем Просите Просите И дано будет Вам Ищите И найдете Стучите И отворится Бог Если это Угодно И ведет К спасению Он обязательно Это вам Даст Но если Это будет Погибель Он как Любящий Отец Этого вам Никогда Не пошлем Проверяйте Себя Смотрите В себя Каждый Слово Сейчас Анализируйте Потому что Мы будем За все Отвечать Вот язык Какой Маленький Член тела Но как Много Огня Зажигает И сколько Бед Приносит Не подумали Сказали Обидели А потом Уже Совершила Это дело Надо Идти Опять На Примирение А у нас Гордость Не дает Что это Я первое Пойду Пусть он идет Я ведь Права А у Христиан Не так Христос Был распят Прибитый Гвоздями Ко Кресту Страдал За Род Человеческий Но молился Отцу Небесному Прости Господи Ибо они Не ведут Что Творят Мы Ходим Христиане Открытым Оком Смотрим Значит Мы Выше Тех Кто Не верует Во Христа Потому что Бог нам Открылся Бог нам Дал Веру Этот Дар И мы Нужны Первое Прийти На Примирение Просить Прощения Если Где-то Пригрешение Пусть Благодать Духа Святого Всегда Будет В ваших Сердцах И не покидая Вас Аминь Благодать